Друзья, привет! Из наших предыдущих рассказов о русских крепостях Аляски могло сложиться впечатление, что все места бывших российских укрепленных поселений заброшены. Но это не так. Вот, например, Константиновский редут на острове Хинченбрук. Константиновский редут был основан экспедицией компании Лебедева-Ласточина в 1793 году. С 1797 по 1867 эта крепость находилась в подчинении Кадьякской конторы российско-американской компании. Редут представлял собой небольшую четырехстороннюю площадку, обнесенной высоким сплошным чистоколом. На двух углах по диагонали стояли деревянные башенки с амбразурами и бойницами. К этим отверстиям было приставлено 12 небольших орудий. Внутри редута размещались дом управляющего, казармы для команды, лавка и амбар. Вне стен располагались часовня, два-три домика, принадлежащие к креолам, и барабары – земляные дома чугачей местных эскимосов. Удивительно, но православная часовня на острове Хинченбрук сегодня стоит на том же месте, что ее предшественница из времен Русской Америки. Рыбак какой-то! Входим в мифический, полулегендарный залив Константина и Елены. Где-то на внутренних берегах этого залива располагалась знаменитая одноименная крепость, русская крепость конца 18 века. Виака! Виака! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот эта церковь, которая стоит на месте бывшего российского редута Константина и Елены на острове Китченбрук. Это самое, пожалуй, яркое подтверждение, что когда-то в течение долгого времени здесь жили россияне. Сейчас в местном детском лагере она стоит на том самом месте, где стояла старая церковь. А здесь баня, настоящая баня с парилкой, в лучшем стиле, правда, не макивик, но чувствуется, что все в порядке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы на острове Китченбрук. В конце 18 века россияне организовали здесь крепость, назвали ее Константина и Еленой. Местная гавань тоже называется Константиновской гавани. Очень удобное место для проживания. Не случайно эта крепость просуществовала практически весь период существования российских американских колоний. Но для нас было важно, а что же осталось после продажи Аляски, Америки вот на этом месте. И мы с удивлением увидели, что историческая память здесь жива. Мы видели церковь, мы знаем, что местные жители или те люди, которые посещают этот кэмп, лагерь, знают, что когда-то здесь стояла российская крепость. Спасибо им за это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова